Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Это замечательное утро. Среды 8 апреля встречаем в этой студии мы, Рустем Каримулин. И Ассоль Мухамедянова. Желаем вам отличного настроения, крепкого здоровья и свершения всех ваших замыслов на этот день. Мы постараемся наполнить это утро позитивной, полезной и просто забавной информацией. Итак, мы начинаем! На 5 неизвестные лайфхаки для красоты. С призывом беречь здоровье и принимать все меры предосторожности, чтобы уберечь себя и своих близких от коронавируса, выступили митрополит Казанский и татарстанский Феофан и муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. Берегите себя и своих близких. Не выходите без острой надобности из дома. Но и находясь в самоизоляции, соблюдайте элементарные санитарно-гигиенические правила. Они помогут сделать ваш дом настоящей крепостью перед угрозой заражения. В этом апреле все россияне обязаны соблюдать самоизоляцию и сидеть дома. Но в этом случае важно не только чем себя занять, например, почитать, но и соблюдать важные санитарно-гигиенические правила. Например, если вы дотрагиваетесь до любых поверхностей в своей квартире, а потом дотрагиваетесь до глаз, лица, рта, то можно занести инфекцию и вирус. Сейчас я вам расскажу, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в своей же квартире. Самое главное – микроклимат в квартире. Закупоренные окна и спертый воздух негативно влияют на иммунитет. Поэтому ежедневно открываем окна и проветриваем по 15 минут. Три-четыре раза в день. Обязательно. Вирус не может задерживаться в хорошо проветриваемых помещениях. Второе. В квартире собирается очень много микроорганизмов. И не все из них безобидны. Поэтому чистота – это залог вашего здоровья. Нужно проводить ежедневную уборку помещения. Влажную. Обязательно промывать ручки дверей. Различные поверхности. Кстати, ручки дверей можно и лучше протирать влажными салфетками. Желательно ежедневно дезинфицировать все предметы и поверхности, которыми вы часто пользуетесь в течение дня. Телефон, пульт от телевизора, ручка чайника, мышка и клавиатура компьютера. Распылив антисептик, лучше использовать бумажные полотенца, а не тканевые тряпки. Есть сведения, что разбавленные отбеливатели, уксус и чистящие гели с содержанием спирта более 70% или хлора – эффективные средства для дезинфекции поверхностей при коронавирусе. Нам понадобится вот такой вот обычный столовый уксус 9% 2-3 столовые ложки на полтора литра примерно воды. Все это заполняем в распылителе, перемешиваем и наш раствор готов. Почему уксус? Потому что он, во-первых, деликатнее на поверхностях, во-вторых, запах от него гораздо быстрее испаряется, чем у хлористых или обычных химических чистящих средств. Для мытья полов рекомендуется следующий раствор. На таз или ведро воды 10 литров достаточно 100 граммов уксуса и промываем пол. Затем можно перемыть еще раз уже просто водой. Самое главное во время всех этих процедур старайтесь не касаться носа, глаз или рта руками. Кроме того, заведите за правило разделить посуду, которой вы пользуетесь. Особенно, если кто-то из ваших членов семьи ходит на работу или в магазин. Можно сделать вот так вот. Для мамы, для папы, для ребенка все должно быть разделено. Естественно, после того, как вы воспользуетесь посудой, надо обязательно тщательно мыть ее. Обязательно запретите детям пользоваться вашими личными чашками и тарелками. Еще один важный момент. У каждого члена семьи должно быть свое полотенце и обязательно чистое. Стирать раз в неделю обязательно. И в ванной, и на кухне. Каждому члену семьи по своему полотенцу. Но, конечно, самое главное правило – чаще мойте руки. Будьте здоровы и не скучайте. Все будет хорошо. Лояльность, дисциплина и правдивость помогут уберечь теплоту в душе. Не устают повторять нам психологи в эти дни. Как с семьям пережить самоизоляцию и не разрушить отношения? Об этом по видеосвязи говорим утром с психотерапевтом Рамилем Гарифулиным. Здравствуйте. Доброе утро, Рамиль Рамзевич. Как сохранить теплый психологический микроклимат в семье в период изоляции? Что посоветуете? Да, нужно каким-то образом сужать площадку для споров до минимума. Управлять отрицательными эмоциями. Ну, конечно же, простая вещь – понимать друг друга. Осознание того, что в споре нет правых – это часто тоже известная вещь. Умение и стремление супругов решать конфликт с позиции доброты. И недопустимость приклеивания ярлыков друг к другу. Ну, общаться так, чтобы не было оценочных суждений – это важно. Не оценивать друг друга, а оценивать себя, может быть, свои чувства, но не другого человека. Интересоваться партнёром надо всегда. Мы любим, когда нами интересуется. Слушать его надо, конечно, того, с кем ты живёшь. Меньше критиковать, поменьше приказывать, требовать чего-то. Часто мы этим злоупотребляем. Понимать свои ошибки. Помнить, что стоит за похвалой. И вообще надо уметь входить в положение другого человека. Вот я сейчас улыбаюсь и ничего не говорю, молчу. Это тоже хорошо. Отлично. Молчать, улыбаться. А что делать, если всё же конфликт произошёл? Как быть в этом случае? Ну, в общем, если ссориться, то пусть детей не будет рядом. Ясно, сформулировать проблему и повторить аргументы другого своими словами можно. Тоже помогает. Раскрыть ваши позитивные и негативные чувства. Выслушивать других. Выслушивать, не сразу отвечать. Умение выслушать человека, не сразу, так сказать, отреагировать. Что ещё? Спасибо большое, Ромир Рамзевич, за такой хороший ответ. Вопрос, который помогут другому подобрать слова для выражения своих интересов. Вспышка вот эта вот приходит. Ну, увидели вы её, не сразу реагировать, не подхватывать вспышку партнёра своего. Ну и выдвигать какие-то позитивные предложения. Спасибо вам. Спасибо большое, Ромир Рамзевич. По-моему, всё довольно просто, судя по тому, как это всё прозвучало. Осталось что? Осталось это сделать. Мне вот кажется, что если конфликт назревает в семье, лучше на какое-то время разойтись по разным комнатам. Мужчина на кухню что-нибудь вкусненькое для супа приготовит. Женщина на диване полежала, посмотрела футбол. Да. И всё нормально. Как ты хорошо сейчас сказала про футбол, когда его практически нет, кроме Беларуси. Ну, хоккей, я не знаю. Любой-любой спортивный матч. Хоккей тоже нет. Очень страшно. Она об этом узнает потом. Но мы на этой позитивной ноте продолжаем программу «Гороскопом» на сегодня. Овный день беспокойный, но благоприятный. Вероятные серьёзные перемены в личных отношениях. В первую очередь это касается влюблённых, которые поймут, что делали им не так и постараются исправить все промахи. У тех, кто мечтает о начале новых романтических историй, будет шанс завязать интересное знакомство. Сельцы, вполне возможно, что отказ от авантюрных предложений поможет вам сейчас увидеть новые перспективы. Обнаружить выгодные направления деятельности. Со всех точек зрения есть смысл держать себя в руках. Близнецы, этот день проверит искренность ваших намерений. Будучи настроенными на успех, вы многого достигнете в личной жизни. Уделите большое внимание членам своей семьи. Нужно верить и любить, а не прибегать к проверкам, тестированиям и различным экзаменам, наверное. Это точно. Раки. День подходит для того, чтобы продолжать движение к цели, которую вы выбрали раньше. Симпатии и романтические привязанности вспыхивают быстро и ярко. И этот день многим подарит любовь с первого взгляда. Легкомысленных особ и любителей острых ощущений предостерегаем от погружения в пучину, приключений. Львы, вам нужно уделить внимание любимому человеку. Если этого не сделать, в ваших отношениях возникнут трудности, преодолеть которые будет непросто. Возможно, придется обсуждать какие-то не слишком приятные вопросы и касаться болезненных тем. Поэтому умение сохранить спокойствие и острые моменты пригодится. Девы, попробуйте освоить новый навык. Он вам поддастся очень легко. Если вы случайно найдете что-то, что покажется вам золотым, то вспомните о том, что не все то золото, что блестит. И побалуйте тех, кого любите. Вторая часть гороскопа вас ждет в конце программы. А пока... Мы расскажем, что может вас порадовать в эти дни, когда вы проводите в домашних стенах. Туристический гид «Визит Татарстан» ведет онлайн-встречи в Инстаграм с известными жителями республики. Эксперты в прямом эфире поговорят о татарской музыке, о татарском кино, зодчестве и культурном наследии, о современных музеях, национальной одежде и архитектуре, а также ответят на вопросы зрителей. Каждый день прямой эфир стартует в 12.00. Сегодня вас ждет встреча с помощником президента республики Татарстан Олесей Балтусовой. Завтра с владельцем музея Чак-Чака Дмитрием Ирушиней Полосинами. 10 апреля с автором и руководителем проекта национальный ремесленный центр «Мельница» Фаридой Бибарс. А 11 апреля с заместителем главного архитектора Казани Тимуром Кадыровым. Другая полезная информация для тех, кто находится в самоизоляции на портале Ерден. Побыть дома. Сейчас это важно для каждого из нас и для всей страны. Чтобы режим изоляции проходил максимально комфортно, Министерство цифрового развития РТ совместно с IT-парком запустило портал yardam.ru, где собрана информация о цифровых сервисах и услугах для жителей республики. Сайт удобен. Информация сгруппирована по направлениям. Заказать продукты. Здесь можно найти магазины, доставляющие продукты на дом. Нажмите кнопку «Заказать готовую еду». Увидите список кафе и ресторанов, развозящих блюда на дом. Если у вас появились признаки стресса от самоизоляции, вам готовы помочь психологические службы. Телефон доверия и экстренная психологическая помощь 8 843 277 00 00. Телефон доверия для детей и родителей 8 800 200 01 22. Горячая линия Роспотребнадзора в Татарстане 8 800 222 59 00. Запись на прием к врачу или вызов его на дом можно осуществлять на сайте госуслуги РТ. А на отдельном сайте есть справочная о круглосуточных аптеках государственной сети. Чтобы помочь жителям Татарстана перестроиться и пережить самоизоляцию с пользой и комфортом, на сайте yardam.ru есть вкладка «Сервисы для отдыха». Здесь вы можете заняться спортом и танцами онлайн. Посмотрите экскурсии на сайтах музеев и театров республики. Есть вкладка и для образования, чтобы занять своих детей, да и себя, учить языки, обучаться разным навыкам. На yardam.ru работает и сервис для бизнеса. Самое важное, что на сервисе вы найдете последние новости по коронавирусной инфекции и соблюдению режима самоизоляции. Это официальная информация, которой можно полностью доверять. Держите связь с государством. Еще одна вкладка для контактов с органами власти и органами по коронавирусу. Например, на единую горячую линию по коронавирусу можно позвонить по телефону 8 800 2112 и 8 800 222 59 00. Специалисты МФЦ проконсультируют вас по телефону 8 8 43 222 06 20. Справочная информация о оформлении больничных листов. Терапевты и психологи Минздрава РТ отвечают по номеру 8 800 200 01 12. Просим вас оставаться дома, заниматься делами, до которых не доходили руки. И главное, быть спокойными и здоровыми. Все будет хорошо. Пока жители городов все чаще остаются дома, а офисы и другие предприятия закрываются, на опустевшие улицы стали возвращаться дикие животные. Например, около двух недель назад в каналы Венеции вернулись дельфины. Жители Соединенных Штатов делятся в социальных сетях фотографиями диких индюков, которые разгуливают по опустевшим улицам городов. В Канаде на дороге вышли дикие гуси, по проспектам Шотландии бегают лисы, а в Мадриде жители из окон домов могут любоваться павлинами. Вот тебе и павлины. Да, а как живут разные страны в эти дни, в нашем следующем сюжете. Художники Тамер Альдиб и Даргам Краке из Палестины создали авторскую песчаную скульптуру с посланием жителям всех стран и в память о жертвах коронавирусной инфекции. В городе Газа скульпторы вылепили из песка надпись, призывающая людей оставаться дома. Кроме того, художники покрасили песок в цвета флагов наиболее пострадавших от коронавируса стран. Среди них оказались Италия, Испания, Франция и Китай, где наблюдается наибольшее число жертв. Мы хотели сделать что-то символическое, чтобы показать свою поддержку и что по воле Аллаха вирус будет уничтожен в мире. Также художники в знак памяти о жертвах COVID-19 по всему миру рядом со скульптурой написали краской послание на песке. Сегодня мы слепили фразу, чтобы донести послание до всего мира и до сектора Газа, что каждый должен оставаться в своих домах, чтобы защитить себя от коронавируса. И мы написали еще одно послание в память о жертвах в странах, наиболее пострадавших от инфекции. Боливия. Одни из самых дружелюбных грузунов в мире. Капибары стали все чаще посещать гольф-клуб Уруба в окрестностях боливийского города Санта-Круз-де-Ла-Сьера. На фоне продолжающегося карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. На кадрах видео десятки животных выглядят настоящими хозяевами спортивно-рекреационного объекта. В то время, пока от них прогуливаются на полях для гольфа, другие наслаждаются спа-процедурами в ближайшем пруду. По словам сотрудника гольф-клуба, до 40 капибар были замечены на территории заведения с начала карантина. Млекопитающие родом из Боливии, которые считаются самыми крупными грузунами в мире, обычно встречаются в менее многочисленных группах. Карантин по коронавирусу был объявлен правительством Боливии 21 марта. Продолжаем нашу программу. В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И наш телеканал запустил большой проект «Письма героям». Напишите письмо своему погибшему на той войне предку, деду, прадеду, любому родственнику. Расскажите, как сложилась ваша жизнь. Как вы благодарны за его ратный труд. Как мы бережно храним память о каждом, кто приблизил победу в Великой Отечественной войне. Как живут и радуются мирному небу над головой ваши дети. Напишите, почему вам так важна эта победа, которую подарил вам солдат, погибший много лет назад. И почему мы все не должны забывать те суровые дни. Письма принимаются в любом виде. Вы можете прислать их на адрес телевидения. Индекс 420-095, Казань, улица Шамиль Усманова, дом 9. С пометкой «К 75-летию победы». Или по электронной почте 9-мей-собака-тнв-тв.ру. Пишите нам. А мы продолжаем рассказывать о наградах Великой Отечественной войны. Слово Ольги Латфулиной. Она была учреждена для поощрения партизанского движения. Медаль «Партизану Отечественной войны». Учреждена 2 февраля 1943 года, когда помощь партизан фронту стала максимально эффективной. Этой медалью награждались организаторы партизанских движений. Партизаны, проявившие мужество и силу в тылу врагам. Один из них – наш земляк Гайнанов Тимиршах Гайнанович. Он перед смертью завещал передать эту медаль в наш музей. Я искала по сайту «Память народа» про Гайнанова и обнаружила наградную лист на красную звезду Гайнанова. И там было написано, что с 24 октября 1942 года Тимиршах Гайнанов был заслан в тыл к врагу, в Крыму. И там он участвовал в подпольной организации, он легализовался, то есть он где-то не в горах, не в лесах, а именно вот среди фашистов. И сколько он там пробыл, к сожалению, я этого не знаю. Медаль партизану имела две степени. Награда первой степени изготавливалась из серебра, второй степени – из латуни. Но независимо от этого, факт награждения этой медалью был особо значимым и ценным для каждого партизана. Эта медаль, хоть она и очень редкая, она носилась после медали «За отвагу». В партизанские края иногда эти медали отправляли самолетами. Ну, партизаны, когда уходили на задание, конечно, оставляли все свои документы, оставляли все свои награды. В годы войны в партизанском движении участвовали более одного миллиона человек. Ими уничтожено и взято в плен более миллиона врагов. Пущено под откос два десятка тысяч эшелонов. Выведено из строя чуть меньше десяти тысяч километров линий связи. Это как расстояние от Калининграда до Владивостока. Но и наши потери были не меньше, чем у противника. Свои жизни за родину отдали сотни тысяч партизан и подпольщиков. Еще одна постоянная рубрика, посвященная столетию образованию ТССР. Ежедневно мы рассказываем, какими событиями запомнился тот или иной день в истории нашей республики. Сегодня остановимся на 8 апреля разных лет прошлого. Сегодня 8 апреля. Всего два события этого дня вошли в архивы. И оба они касаются 20 и 21 веков. Итак, в 96 году правительство Татарстана утвердило инструкцию о порядке введения полиса обязательного медицинского страхования. А через 5 лет в этот день в Казани завершился первый международный конкурс молодых артистов балета. Первую премию получила Елена Шишина, солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского. А первую мужскую премию Ви Кью Джанг, солист национального балета Южной Кореи. Всего в конкурсе участвовало 70 танцовщиков из 10 стран мира. Сейчас у нас у всех очень много времени для того, чтобы ухаживать за собой любимым. Так что в следующем сюжете советы будут в тему. Готовы к очередной порции бьюти-лайфхаков, которые вас приятно удивят? Большинство из них, если не все, вы точно не знали ранее. Поехали! Лайфхак номер один. Массаж лица косточкой манго. Любите ли вы манго так, как любим его мы? Уверены, что после нашего лайфхака любовь к этому плоду только укрепится. Ведь мы научим вас использовать с пользой и удовольствием не только мякоть, но и косточку от манго. Не спешите ее выбрасывать, ведь благодаря ее форме косточку от манго можно использовать как инструмент для потрясающего лимфодренажного массажа лица. Возьмите косточку в руку, как показано на видео, и приступайте к массажу. Обратите внимание, что кожа должна быть чистой. С легким нажимом двигайтесь по массажным точкам. От подбородка к уху, от спинки носа к виску. На лбу движения должны быть от центра к периферии. Такой массаж помогает избавиться от отеков и обладает лифтинг-эффектом. А поскольку массаж выполняется свежей косточкой от манго, это еще и витаминная маска. В дни, когда вы не кушаете манго, массаж можно проводить специальным камнем и обязательно с добавлением крема или масла для лица. Лайфхак номер два. Как определить свою цветовую температуру тела за 10 секунд? В зависимости от того, какой подтон преобладает в цвете вашей кожи, глаз и волос, мы можем говорить о разной цветовой температуре тела. Всего существует три типа людей с холодной, теплой и нейтральной температурой тела. Разобраться с тем, какая часть спектра ваша, холодная или теплая, поможет очень простой лайфхак. Переверните запястье и посмотрите на цвет своих вен при дневном освещении. Вариантов может быть три. Вены фиолетовые и голубые – холодная цветовая температура. Вены синие, голубые и темно-зеленые – нейтральная цветовая температура. Вены зеленые и оливковые – теплая цветовая температура. Что происходит, если вы выбираете оттенки из той части спектра, которая вам не идет? Если, скажем, у вас холодная цветовая температура тела, а вы надеваете вещь теплого насыщенного оттенка, например, бежевую. Теплый оттенок будет контрастировать с вашей кожей, забирая на себя все внимание. Он будет придавать лицу землистый, нездоровый оттенок, усиливать тени под глазами и делать вас бледной, безжизненной. Неправильно подобранный оттенок будет делать глаза тусклыми и вообще весь образ довольно невыразительным, негармоничным. То есть будет вас простить. Оттенки вашей части спектра, наоборот, будут комплементарны цвету глаз, кожи и волос. Они будут придавать глубину вашим чертам, усиливать оттенок глаз, придавать свежесть лицу. Обязательно возьмите на заметку. Лайфхак номер три. Как усилить действие маски для волос? Большинство девушек известно, что если подогреть маску для волос, то ее эффект значительно усиливается. Но вот с самим подогревом не все так гладко, ведь не так просто рассчитать комфортную для кожи головы температуру. Поэтому мы советуем вам воспользоваться следующим лайфхаком. Особенно, когда вы делаете масляные маски для волос. Нанесите смесь, наденьте на голову прозрачный пакет с ручками. А теперь с помощью фена можно легко достичь нужной температуры. Берите именно пакет с ручками, его удобно завязывать. И пусть у вас будет роскошная шевелюра, от которой невозможно оторвать взгляд. Лайфхак номер четыре. Мгновенное преображение лица. Случалось ли с вами, что проснувшись утром вы не узнавали себя в зеркале? Или после длинного рабочего дня думаете, чье вообще это опухшее и вялое лицо? Сейчас мы покажем вам упражнение, с помощью которого можно добиться мгновенного лифтинга эффекта и буквально преобразить свое лицо. Что же нужно делать? Распускаем волосы, кладем ладони на жевательные мышцы и на виски, плотно прижимаем и греем примерно 1-2 минуты. Обратите внимание, разогреть мышцы очень важно. Не пропускайте этот шаг. У вас должно появиться ощущение, как будто руки прилипли к мышцам. После этого начинайте ввести ладони в сторону висков. Это очень похоже на те движения, которые мы делаем, собирая волосы в тугой хвост. Повторите это движение 2-3 раза и обязательно напишите нам в комментариях, какой эффект вы увидели через 5-7 минут. Лайфхак номер пять. От помады на губах. Наверняка всем, кто носит красную помаду, знакома эта неприятная ситуация, когда на зубах, обычно по закону жанра в самый неподходящий момент, появляется красный отпечаток. Мы даже сняли это в ролике о том, что нас бесит. Так вот, не зря же наш макияж с акцентом на красные губы называется голливудским. Наш лайфхак тоже будет звездным. Как же обезопасить свою улыбку? Нужно всего лишь нанести на зубы вазелин тонким-тонким слоем. Попробуйте, это действительно работает. Надеемся, наше видео вам понравилось, а лайфхаки станут для вас полезными. Спасибо за просмотр и, пожалуйста, никогда не забывайте, что каждая из вас прекрасна. А мы лишь помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. То, что вы сейчас стараетесь как можно реже выходить из дома, не повод лежать на диване и перестать заниматься собственной фигурой. Но ведь понятно же, если вы находитесь дома безвылазно, то и двигаетесь намного меньше, а это может привести и к набору лишнего веса, и к снижению мышечной массы. Особенно это неприятно будет для тех, кто привык регулярно тренироваться в фитнес-центрах. Да, нам это очень неприятно. Возьмите за привычку уделять часть свободного времени спорту, даже если для этого дома нет спецоборудования. Упражнения совсем не сложные. Попробуйте повторить их прямо сейчас и запоминайте движения. Занимайтесь физической культурой на здоровье и, конечно же, будьте в тонусе. Занимайтесь физической культурой на здоровье и, конечно же, культурой на здоровье и, конечно же, культурой на здоровье. Продолжение следует... 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 Ну как, ну что скажешь, не сложно это выполнять? Ну, главное, тренировки. Самое главное, это чтобы было желание с утра проснуться. Ну зачем? С утра просыпаешься, пару раз так присел, попрыгал, и вообще весь день просто пройдет так. Ну ура. В эти дни вот самоизоляции, ты же понимаешь, самое главное не столько даже похудеть, а вот набрать вес, с учетом того, что многие умудрились закупить продуктов впрок. Ну не пропадать же добро. А еще многие снимают стресс походом к холодильнику, чтобы заесть очередные новости, чем-то сладким или вкусным, ну потому что уж больно там мало в эти дни сладкого новостя. Ну есть альтернатива, вот есть альтернатива, ешьте овощные супы, красные, желтые, зеленые. Это светофор же получается. Ну нет, вот не совсем это светофор, да, вот мы, кстати, уже говорили о гаспачо. Как приготовить этот холодный суп красного и зеленого цвета мы вам рассказали в наших программах на днях, а вот сегодня пришел черед супа желтого цвета. Ну вот и все. На нашем светофоре желтый свет. А значит мы подошли к концу и сейчас займемся нашим желтым супом. Он у нас должен получиться сладко-острый за счет смеси желтых помидоров, желтого болгарского перца, морковного сока, обжаренного красного сладкого лука. И мы добавим немножко каенского острого такого перца, который сделает наш суп чуть-чуть острее обычного. Вот. Туда же пойдет у нас обычный перец, а также соль, оливковое масло и взбиваем все это до пюреобразного состояния. Что касается помидоров и перца, перец мы точно так же запекли в духовке, очистили, сейчас он уже ждет своей очереди. С помидорками поступаем точно так же, как поступили с красными, они уже дожидаются своего часа для того, чтобы я сняла с них кожицу. Собственно, готовится это точно так же вот так вот в два шага и в два счета. Поэтому взбиваем. С желтым супчиком мы тоже закончили, поэтому сейчас он отправляется так же в холодильник, для того, чтобы хорошенько охладиться, и затем будем сервировать и прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok Будет очень здорово, если вы возьмете на вооружение один из наших рецептов, но еще лучше будет, если вы сможете, воспользовавшись нашей механикой, нашей идеей, сделать свой любимый суп, скомбинировать те фрукты и овощи, которые будут нравиться именно вам. Вы знаете, что существует огромное количество вариантов, где в подобные супы добавляют клубнику, арбуз, персик, и это, наверное, получается дико вкусно. Я, честно, еще ни разу не пробовала, но собираюсь попробовать. Чего желаю и вам. Ну, арбузные пары придется подождать, но ты посмотри, какие яркие краски. Цвета, зеленый, желтый, красный. Вот когда дома находишься в самоизоляции, это же, знаешь, это такое подспойное. А мне понравилось, что они подавали их в стаканчиках таких, это так здорово. Мне кажется, тебе сухарики больше понравились. Нет, в стаканчиках здорово, представляешь, туда наливаешь, любой же суп они сказали можно, наливаешь туда, значит, лапшу вот эту вот куриную, куриную ножку туда, и как с коктейлем выходишь из кухни. Вот на самом деле изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома, это стресс не только для взрослых, но и для детей. Да, как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине. Об этом наш следующий сюжет. Развивающие игры помогают детям получать новые знания и осваивать самые разные навыки и умения. В этом выпуске мы подготовили для вас 6 веселых, ярких и интересных игр для малышей от 1 до 3 лет. Игра номер 1. Башня из макарон. Для этой игры вам понадобится пластилин или тесто для лепки, трубочки для напитков и макароны-перья. Воткните трубочки в пластилин и попросите малыша нанизывать на них макароны. Это простое, но очень увлекательное для детей занятие, отлично развивает мелкую моторику, внимательность и концентрацию. Игра номер 2. Замороженный сад. Игры со льдом вызывают у детей восторг. Еще бы, ведь это настоящее волшебство. Предлагаем вам заморозить разные цветки в формочках для льда, а после достать их, разморозить и внимательно изучить. Параллельно с развитием сенсорики, ребенок узнает от вас о разных состояниях воды, о том, что холод сохранил свежесть цветов. Наверняка ему будет интересно узнать, что одни цветы пахнут, а другие нет. Некоторые виды растут на открытом грунте, но есть и капризные оранжерийные виды, требующие особого ухода. Игра номер 3. Точно в цель. С помощью цветной изоленты или декорированного скотча обозначьте на полу квадрат. Он будет целью. Разбросайте вокруг мелкие легкие предметы, вручите ребенку щетку или маленький веник и попросите подмести все в квадрат. Выходить за линией нельзя. Для деток постарше можно устраивать соревнования на скорость, используя таймер. Игра номер 4. Узнай по контуру. На отдельных листах обведите контуры знакомых ребенку предметов и игрушек. Это могут быть части конструктора, кусок железной дороги, машинка и так далее. Перемешайте все карточки и все предметы, а затем попросите малыша найти нужный предмет по его контуру. Такая игра отлично развивает логическое мышление и память. Игра номер 5. Наряди дерево. Нарисуйте или распечатайте ствол дерева. Из пластилина сделайте маленькие шарики и попросите ребенка нарядить дерево в листочки. Такое занятие будет развивать мелкую моторику и воображение у малыша. А параллельно вы можете изучать времена года, меняя цвет пластилина. Игра номер 6. 3D из клея. С помощью жидкого клея ПВА нарисуйте на бумаге рисунок и попросите выложить рисунок мохнатыми помпонами. Купить их можно во многих детских и магазинах для творчества. С детками постарше можно таким образом изучать цифры и буквы. Надеемся, наши идеи помогут в развитии ваших малышей. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках. Для дошкольника движение это принципиальное времяпрепровождение. Простой способ в эти дни это делать звериную зарядку. Например, вы воображаете, что идете по зоопарку, видите зверей и повторяете их движение. Так можно придумать целый сюжет. Например, вы идете в поход, маршируете, перепрыгиваете через реку, ставите палатку. И все это сопровождается активными движениями. А вот в таких игрушках, как мячи, по понятным причинам в эти дни не стоит, вернее, на время забыть, дома не поиграешь. В ожидании лучших дней придется только рассуждать с малышами, что же такое мячик. Мяч это мягкая игрушка. Он прыгает, потому что внутри мох, а мох покрыт резиной. Резина может прыгать, а мох мягкий и может подпрыгивать. Мячей нужно много, потому что они лопаются. А футболисты пришли, а мячей нет. Вот, а ему нужно мячи, и нужно всем по одному мячу. Мячик круглый. Вести его нельзя. Мячик игрушки. Даскетбол. А если у него сеть, то он будет с лепесткой. Мячик прыгает, потому что внутри у него воздух. Воздух его тянет наверх, а земное притяжение его тянет вниз. Поэтому он прыгает. Я знаю шесть видов мячей. Первый футбольный, второй баскетбольный, третий волейбольный, четвертый теннис, пятый для массажа и шестой для игр. Мячик нужно, чтобы играть в футбол, баскетбол, его все пинают. Ногой и волосок, десятка. А защитный момент – это воротай. Он очень сильный. Мячик резиновый. Он прыгает, как зайчик. А сам катывается под шкаф. Мячик не любит кашу. Он любит футболистов и меня. А теперь об апрельском номере журнала «Идель», который уже появился в продаже. Что ждет читатель в нем? Студентка МГУ Зарина Бекмулина стала обладателем гран-при российской национальной премии «Студент года-2019». До этого она, единственная в истории, дважды становилась лучшей ученицей Республики Татарстан. Читателям журнала «Идель» Зарина рассказала о том, как в ее жизни тесно переплелись экология и поэзия. Музыкант, журналист, активист движения «Медаторчасти Лешам» Радзив Кашапов представил на странице журнала «Отровок» из своей повести «Будущего нет». Действие разворачивается сто лет назад, когда иногда, вернее, перемещается в наше время и, несмотря на тревожное название, заканчивается вполне оптимистично. 5 апреля Национальный музей Республики Татарстан отметил свое 125-летие. Генеральный директор музея Гульчача Акназипова рассказала, каким станет музей и весь комплекс гостиного двора после реконструкции. Что общего между зарядкой и экскурсией, в чем отличие музейщика от коллекционера и как встретиться с любимыми экспонатами сегодня во время вынужденной разлуки. Как проводит свой день популярный композитор Эльмир Низамов? Какие надежды возлагаются на юную уроженку Казани Камилу Валиеву, уже сегодня играющую весомую роль в ротистском фигурном катании? В каком формате пройдет ежигонный концерт татарской молодежи, приуроченный ко дню рождения Тукая? Обо всем этом и многом другом в апрельском номере журнала «Идель». Кстати, Эльмир Низамов сейчас находится с нами на видеосвязи и готов рассказать, как он проводит дни в самоизоляции. Доброе утро, Эльмир! Доброе утро! Доброе утро! И все-таки расскажите, пожалуйста, Эльмир, над чем сейчас работаете? Моё время, конечно, в основном занято творчеством В этом году намечено несколько интересных премьер И самая большая, крупная премьера Это премьера моего мюзикла Мюзикл «Алтан Казан» Который несколько лет назад был показан в сокращенном виде Сейчас мы его готовим в полноценной, большой, крупной постановке И мне нужно очень много чего дописать Переделать, доделать, добавить И как раз именно в этот момент я сейчас занимаюсь подготовкой этой премьеры Помимо этого, ещё несколько спектаклей у меня намечены Пока не буду говорить, какие они, но они совершенно другие И тоже очень интересные Поэтому время, на самом деле, несмотря на то, что вроде бы Мы сейчас все находимся в такой пространстве Времени, на самом деле, не так-то и много Когда ты работаешь А помимо работы, чем ещё занимаетесь в эти дни самоизоляции? Процесс самоизоляции, как и большинство, у меня проходит дома Мой обычный график в обычное время Это бесконечная, на самом деле, беготня Хоть и нужно успевать музыку писать Но это обилие разного рода репетиций Концертов, встреч Работы со студентами, преподавания На всё это нужно находить время И самое главное, что очень часто бывает, что нужно параллели находиться в одно и то же время в разных местах Это очень сильно меня выматывает Хотя и в частности мне это нравится Но я всегда думал, когда же мир даст такую возможность, но немножко передохнуть Потому что даже в каникулы оно всё равно насыщено чем-то И так странно Это очень странное ощущение Но как будто сейчас весь мир взял тайм-аут И завернул дыхание у всего человечества Я думаю, что самое главное сейчас не падать духом И использовать это время с пользой для себя Ну и пожелайте что-нибудь, пожалуйста, нашим телезрителям Зрителям я хотел бы пожелать самое главное Как я уже сказал, не падать духом Использовать это время И, конечно, беречь себя Беречь своих близких Для этого оставаться дома Потому что ценнее здоровья На самом деле ничего и нет на этом свете Поэтому я с нетерпением жду, когда закончится этот тайм-аут Мы снова увидимся на разных площадках, на разных встречах А пока давайте просто побудем дома Спасибо большое, Эльмир Здоровья вам и творческих успехов А мы продолжаем программу рассказом о том Какие материалы вы можете найти в свежем номере газеты Сувар В этом выпуске есть специальная подборка Интересного времяпрепровождения во время самоизоляции дома Мастер спорта России по плаванию Тренер по плаванию Председатель клуба ветеранов спортивного плавания Косатка И отец троих детей Иван Волков Категорически отвергает великолепную тройку Диван, телевизор и холодильник Я за здоровый образ жизни Хандрей не сдамся ни за что Говорит он, наматывая километры на беговой дорожке А известный шоумен Евгений Григорьев из Чебоксар Снимает юмористическое домашнее видео для своих подписчиков Из материала Ирины Трифоновой Православный путь начинается с детства Мы узнаем об открытии этой осенью Первого православного детского садика в Казани Центр будет оборудован по современным стандартам В нем будет все необходимое оснащение Для гармоничного развития ребенка Наполняемость групп не более 15 человек Дети вместе с воспитателями и родителями Будут иметь возможность посещать богослужения Не выходя за пределы дошкольного учреждения Еще одна публикация в Суваре О Василии Андреевича Калашнике Единомышленники и соратники известного чувашского просветителя Ивана Яковлева Подробнее об этой истории и других событиях этой недели вы узнаете из газеты Сувар Ну а теперь завершение предсказаний Астрологов на сегодня Весы Для вас день символизирует концентрацию всех сил и энергий Он располагает к творческому созиданию и художественному мастерству Этому сопутствует стремление создать материальную базу И надежно обеспечить тылы Скорпионы во всем, что касается любви Этот день будет очень многообещающим Велика вероятность того, что вас ждет много экзотических связей и тайных романов Будьте разборчивы и в связях, далеко не все ваши партнеры будут вам подходить Забавные приключения окажутся небезопасными Экзотические связи, как интересно Стрельцы, вы будете способны со многим справиться самостоятельно Но если кто-то предложит помощь, не отказывайтесь И вы правильно сделаете, если не откажетесь от этой помощи А еще люди, с которыми вы почти случайно познакомитесь сегодня Позже смогут вам оказать важные услуги Так что сегодня не отказывайся от любой помощи Пожалуйста, пожалуйста Козероги Потом Козероги, постарайтесь навести порядок в личных отношениях Оценив реальную ситуацию, а не то, какой она долго казалась Вы поймаете, где допустили промахи И почему все сейчас складывается не так, как хотелось бы И поймаете, и поймете Точно Водолеи сегодня будут часто думать о том, что заслуживает гораздо большего, чем имеет Если вы не перестанете так думать, то накличите на себя беду Поэтому отбросьте излишние амбиции и довольствуйтесь малым Что бы сегодня ни произошло, рыбам не стоит спешить с выводами Вы должны обратить внимание на того, кто находится рядом А вот другие окружающие забросают вас советами, которые будут только раздражать Ну совет всем, пожалуйста, не раздражайтесь Больше позитива и улыбок А мы поможем вам в этом Вот что мы вам расскажем и покажем завтра Улицы памяти Узнаем историю улицы Гаврилова Вот и пролетел очередной день Вернее, очередное утро пролетело, а день впереди Мы желаем вам замечательного настроения Отличного времяпрепровождения Даже находясь в стенах дома Пожалуйста, берегите себя, своих близких С вами сегодня утро начинали Рустам Каримули А я Соль Мухамедьянова Сохрани позитив вот здесь Ясность вот тут А день, чтоб был вот таким Мы вас любим, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин